Дагестан готовится к празднику. В столице разворачиваются площадки для жертвоприношения, а меценаты оказывают населению продовольственную помощь. Не только опытный учитель, но и пример невероятной щедрости и человечности. Сюжет о благотворительной свадьбе от учительницы Ботлакского района смотрите в нашем выпуске. Магнит теперь в Дагестане. В Каспийске прошло официальное открытие первого магазина крупной торговой сети. В Махачкале завершаются последние приготовления к празднику Курбан-Байрам. В городе уже готовы две площадки для проведения обряда жертвоприношения. Одна находится в северной части города, в районе торгового дома Киргу по улице Ремесленная. Вторая развернута на территории старого ипподрома. На местах установлены загоны, организованы условия для забоя скота и оборудованы места для совершения намаза. На данных площадках тысячи голов мелкого рогатого скота будут предложены желающим для совершения жертвоприношения. Тут есть все условия для того, чтобы человек пришел и совершил обряд жертвоприношения. Это место более удобное для жителей северной части нашего города. А для жителей южной части города созданы такие же условия для обряда жертвоприношения. И находится это место между Каспийском и Махачкалой в районе ипподрома. В рио главы Дагестана Сергей Меликов не остался в стороне в этот священный для мусульман праздник Курбан-Байра. От его имени среди нуждающейся части населения раздадут тонну мяса. Муфтия Дагестана выражает свою признательность Сергею Меликову за проявленное участие и ощутимую поддержку мусульман в эти праздничные дни. От Муфтия Республики Дагестан выражаем огромную благодарность временно исполняющему обязанности главы республики Сергею Алимовичу Меликову за щедрость и проявленную солидарность с мусульманами в эти священные дни. От его имени среди нуждающихся жителей нашего региона будет роздано одна тонна мяса. Сергей Алимович, ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся и обездоленным. Желаем вам и всему вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия. 5 тысяч баранов пожертвовал Сулейман Керимов для нуждающихся Дагестаном. Меценат в очередной раз оказал большую продовольственную помощь землякам. Благодаря постоянной поддержке Сулеймана Керимова во всех городах и районах региона проводится множество благотворительных мероприятий. На этот раз он присоединился к акции «Мясо в каждый дом». Ее традиционно проводит фонд «Инсан» перед великим праздником Курбан-Байрам. В честь праздника остро нуждающиеся семьи по всему Дагестану получат жертвенное мясо. Хотим поблагодарить Сулеймана Абусайдовича за то, что он принимает участие в таких благотворительных акциях. Пусть все то добро, которое несет Сулейман Абусайдович Керимов, обернется в тысячекратном размере и счастье в его семье. Благотворительная свадьба. Учительница из селения Ансалта женила своего ученика. Она обучала и воспитывала его с первого класса. Парень остался без родителей, женщина взяла на себя все расходы и организацию свадьбы. Подробности в следующем сюжете. В Ансалте праздник женился их сельчанин 27-летний Ахмаднаби. Волей судьбы его мать умерла от онкологии, отец оставил сына без какой-либо поддержки. Перед смертью мечтой матери была женить своего ребенка, но она не успела. Учительница парня решила взять на себя организацию его свадьбы. Он остался без мамы. Мое сердце сжималось от боли. Мальчик стал мне как родным сыном. Он воспитывался у меня в школе с первого по одиннадцатый класс. После выпуска прошло уже 10 лет. Его одноклассники создали семьи, а он остался один. И не женился и к тому же без родителей. Вот я решила ему помочь сыграть свадьбу. Парень выбрал невесту из своего села. И 20 июня состоялась свадьба. Во дворе дома учительница. На торжество собрались друзья, одноклассники и родственники молодых. Она пришла посоветоваться. Мы с семьей поддержали. Очень хорошее мнение, хорошее дело. И хорошее дело всегда надо поддерживать. Мы сто процентов поддержали и оказали помощь. Чем могли, помогли. Хайнат Гайдарбекова заслуженно учить в республике. Она работает в ансалтинской школе вот уже 25 лет. Они отзываются коллеге добрым словом. Профессиональный подход к делу. Учтилось и уважительное отношение к другим. Мы все были в шоке. Кто-то говорил, что зачем это вам нужно. Имеется в виду обсуждение между собой. Но в конце-то концов мы поддержали идею. И восхищенно это является для нас большим примером. Не всем дается такое, даже родному, допустим, тете, дяде, брату двоюродному, взять такую ответственность на себя. Она сказала, что свое дело она начинает ради Всевышнего, во благо, чтобы, без смеля. И надеется, что их семья будет так же сохранена, поможет на это Всевышний. Молодые сошлись с характером и живут счастливо, по словам педагога. У парня очень спокойный и уравновешенный характер. Молодожены временно проживают у родственника жениха. Но в скором времени у них появится собственный дом. Я ему сказала после свадьбы, чтобы он никогда не думал, что он мне что-то должен взамен. Даже если он, увидев меня на улице, отвернется и уйдет в другую сторону, я не стану его попрекать. Я женила его только ради довольства Всевышнего Аллаха. Горцы всегда славились добрыми поступками. И это благотворительная свадьба учительницы из Ботляхского района. Очередной тому пример. Доступные цены, местная продукция, регулярные скидки и новые технологии. В Каспийске прошло официальное открытие первых магазинов компании «Магнит». Участие в мероприятии приняли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в Рео главы Дагестана Сергей Меликов, а также президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюнинг. С подробностями Патимат Ханапова. Долгожданный момент. Ножницы, красная ленточка и праздничное настроение «Магнит» открывают первые магазины. Торговая точка находится в Каспийске. Ассортимент в магазине у дома – это более 4000 востребованных позиций. Особое внимание уделено местным поставщикам. Здесь представлена продукция 23 региональных производителей. Она выделена специальными ценниками «Покупай Дагестанское». По словам президента «Магнит», их число будет только расти. Также продукция будет отгружаться и в другие регионы, а в перспективе объемы поставок будут постоянно увеличиваться. Мы планируем сотрудничать с еще большим количеством дагестанских поставщиков. Мы здесь сотрудничаем с 23 производителями. Планируем привлечь и других. В магазине «Магнит Косметик» представлен ассортимент из более 7000 непродовольственных товаров. Помимо бытовой химии и товаров для дома, здесь можно выбрать косметику, товары по уходу, парфюмерию, товары для детей и домашних животных. Местные жители отмечают, здесь можно найти все, что пожелаешь. Мы здесь живем рядом, купили дом рядом по соседству. И очень хорошо, что здесь открылся магазин семейный у дома. Очень большой ассортимент. С детьми хорошо зайти. Тележки все есть. Удобно очень. Ну и много детского, конечно. Все хорошо, все культурно, все организовано. В других магазинах, наверное, нет вот этой акции. Нет жалких ценников, чем отличается. Здесь привилегия, преимущество, потому что есть постоянные акции. На овощном отделе цены достаточно доступные, низкие. Я думаю, для широкого потребителя это вполне себе приятные цены. Самое главное. В Дагестане действует программа лояльности компании. При любой покупке до 2% от ее стоимости зачисляются на карту в виде бонусов. Их можно использовать во всех форматах сети. Отдельно в магазинах действует скидка 10% для пенсионеров. Покупатели ждут и регулярные скидки. Магазин отличают доступные цены и на весь ассортимент товаров повседневного спроса. Это сердце магазинов, отдел фруктов и овощей. Если вы обратите внимание, то на многих упаковках здесь вы увидите надпись «М-свежесть». Да, вот этот товар, эта продукция производится нами, магнитом, на наших аграрных предприятиях. Мы производим огурцы, помидоры разных видов, разных сортов. Много видов грибов, зелени. Многие говорят, что морковка в последнее время подорожала. Я сейчас не помню, сколько она у нас стоит на рынке, но в магните у нас стоит 60 рублей. 60 рублей. 75. У нас 60. А молодой картофель, обратите внимание, 28 рублей. В торговле используют и новые технологии. Так, сотрудники для оперативной работы используют мобильные принтеры. Компактное устройство сканирует штрих-код товара и тут же получают всю информацию о нем, а также печатают ценники. Кроме того, в магазине установлено современное оборудование, которое удобно и экономично в использовании. Например, молочная продукция хранится в холодильниках с дверцами, а не в открытой банете, что позволяет лучше сохранять температуру и снизить расход электроэнергии. В магазинах имеются и терминалы безналичной оплаты. Используем, да, вот жидкости дезинфицирующие. Те покупатели, кто пришел к нам без маски или у кого нет ее с собой, могут использовать маску, которую мы даем бесплатно, перчатки. Такие начинания, по словам руководства Дагестана, позволяют создавать рабочие места. Кроме того, приход в регион такой крупной сети означает и пополнение регионального бюджета. Власти отмечают, средства эти будут направлены на решение проблем местных жителей. Появление сетевой розницы, безусловно, сделает более разнообразной и конкурентной торговую инфраструктуру региона. В этой части я хотел бы поблагодарить руководство Республики лично Сергея Алимовича за активную позицию в развитии всех товаропроводящих форматов. Я уверен, что при вашей поддержке количество новых магазинов и других торговых объектов, а соответственно и налоговых отчислений у вас будет неуклонно расти. Третий магазин «Магнит» откроется уже в августе в Махачкале. До конца года компания планирует открыть 20 торговых точек. Они появятся еще в городах Дербент, Избирбаши, Дагестанские огни, а после и в районах республики. Батимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Каспийск. Мэр Махачкалы поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Михайловну Якимук. Ей присвоено звание «Почетный гражданин Махачкалы». Ольга Якимук в возрасте 16 лет была командирована в отделении железной дороги минеральных вод. На плечи девушки легла нелегкая работа. В военный период во время бомбежек и голода она трудилась на станции, через которую шли ценные грузы. Салман Дадай выразил благодарность от всех махачкалинцев за мирное небо над головой. Ветеран награждена медалями за победу над Германией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. На улицу без зонтов и головных уборов советуем не выходить. В ближайшие дни в Дагестане ожидается сильнейшая жара до 43 градусов. Об этом сообщает Дагестанский центр гидрометеорологии. Особенно жарко будет 20 и 21 июля. Максимальная температура воздуха Дагестана нагреется в низменных районах до 43 градусов, в предгорных до 40 и в приморских и горных районах до 39 градусов. Подарки, теплые слова и пожелания. В Махачкале чествовали новоиспеченного чемпиона лиги ACA в полутяжелом весе Муслима Магомедова. Поздравить бойца с яркой победой пришли его друзья, одноклубники и наставники. Присутствующие делились впечатлениями о победе и прогнозировали будущее за океаном. Напомним, в Сочи на турнир лиги под номером 126 в главном бою вечера он нокаутировал Евгения Егембердзиева и стал новым чемпионом в полутяжелом весе. Все эти годы тренировок были именно для этого, чтобы дойти до этого пояса и забрать этот пояс. Пояс бой мне дался нелегко. Соперник у меня был боксер и было очень тяжело с боксером работать. Почему? Потому что боксеры очень тяжело бьют и точно попадают. Но, альхамду лиллах, я выиграл. Все по-вели всевышнего. В планах у бойца заслуженный отдых, но давать себе долгую передышку Муслим не намерен. В ближайшее время он вернется в зал и начнет подготовку к защите чемпионского титула. Тем более, что планы у команды большие. Дальше, я думаю, еще пару раз защита пояса. Если все нормально получится, защита нормальная у нас будет, защитим пояс. Думаю, за океан и UFC. Спасибо. Напомним, в сложившейся обстановке дагестанский муфтиат призвал всех верующих отказаться от коллективного намаза. Рекомендовано отмечать праздник дома в кругу близких. Завтра у каждого есть возможность провести праздничный вечер вместе с каналом ННТ в 20.00. На сегодня у нас все. Смотрите нас также на официальном сайте ntv.ru. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова